так добрый добрый вечер друзьям понедельник наш прямой эфир по расписанию состоится вот сейчас я буду еще подключать instagram где наши зрители где о пошли зрители ура есть зрители отлично подключаю еще instagram для того чтобы можно было уже сразу с двух гаджетов порадовать зрителей и слушателей и так проверка соединения надеюсь что все в порядке и в инстаграме тоже у нас все будет хорошо где же наш этот инстаграмный бэк-офис ой господи бэк-офис пишут мне тут люди сообщения сейчас поменяю извините пока подключайтесь пока подключайтесь так и друзья ура я в прямом эфире и в инстаграме и фейсбуке отлично добрый добрый вечер надеюсь меня хорошо видно хорошо слышно я вам приготовила сегодня вот такой вот красивый цветочек со своей грядки со своей клумбы спасибо большое за комплименты немножко жарковато концу эфира может буду совсем румяная но ничего это хороший лимфодренаж у нас будет такой мы сегодня будем говорить о продукции фитлайн о лайфхаках поэтому если вы впервые слышите что такое фитлайн и вам понравится то что вы услышите главное знаете я бы не сказала наберитесь терпения вам терпение точно не будет нужно потому что вам будет интересно и вам будет ценно и вы просто не сможете оставить этот экран главное найдите возможность уединиться чтобы никто вам не мешал чтобы никто вас не отвлекал потому что я вам гарантирую если вы еще возьмете блокнотики ручку себе будете кое-что записывать ваша жизнь будет длиннее здоровее и счастливее это вот проверено уже кем проверено теми людьми кто заходит кто делает репосты кто разобрался потому что вы знаете всего пять процентов в мире продавцов девяносто пять процентов рекомендателей поэтому но невозможно в одном месте собрать столько проданцу продавцов всегда моих эфиров там сотни перепостов тысячи десятки тысяч просмотров есть и миллионные просмотры потому что я диетолог я реабилитолог у нас с мужем шесть детей мне через недельку будет 43 года у нас есть внук и притом я не посещаю косметологов не из-за того что считают а лишь мне друзья мои просто у меня чисто не хватает времени потому что я консультирую людей посвящая очень много времени людям в семье себе и так как я вижу что у меня все в порядке при помощи самой матушки природы при помощи тех комплексов которые я применяю то конечно уже косметологи мне не нужны когда-то у меня была очень проблемная кожа было много высыпаний и в тот период конечно мне нужны были всевозможные очистки маски и массажи сейчас это все подтягивается естественным путем поэтому вот рассказываю просто из про из жизни практика жизни но конечно кто может посещать косметологов посещайте одно другому не мешает только помогает единственное что я лично хочу максимально отдалить и вот этот инъекционный период я считаю что можно в кожу базальный слой донести потому что почему делают инъекции люди потому что есть защитные просто этапы и трансдермально через кожу мало что внутрь попадает и слава богу так вот делают инъекции чтобы этот этап пройти чтобы базальный слой подкормить чтобы там поработать с мышцами кто-то колит токсинчики кто-то колит витаминчики у каждого свой выбор я не комментирую эту сторону я лично постараюсь как можно дольше жить без этого чего и вам всем желаем итак друзья сейчас поговорим о том что есть в жизни полезного и я не буду вокруг да около сразу вам скажу что я хочу вам сегодня рассказать кратко и лаконично о многих очень продуктах которые мы нашли два года назад уже два года как мы это кушаем мы нашли его или он нас нашел не важно главное что мы этим пользуемся и хорошеем молодеем здоровее и вот что же это такое германия 28 лет почти этой компании сейчас мировой бренд в 50 странах это все благополучно применяют и много очень косметологов врачей спортивных врачей спортсменов диетологов разобрались и уже не то чтобы сами пользуются рекомендуют но при этом продукт создан для обычных людей чтобы люди могли себя поддержать в современном мире это ним не дань моде это необходимость это необходимость дополнять свой рацион полезными вещами если не верите мне почитайте книгу доктора уоллока ее перечитали очень многие называется книга умершие доктора нилгуд второе что рекомендую посмотреть это фильм такой документальный фильм здоровье мудрых гонорар вообще очень много уже есть литературы и в интернете о том что есть витаминные комплексы есть синтетические аптечная форма фармацевтическая индустрия тоже не дремлет и есть натуральные конечно же мы люди натуральные нам нужны натуральные поэтому чем больше натурального тем лучше наш организм это скушает и усвоит потому что как работает синтетика представьте что вы в доме делаете ремонт и у вас дверной проем ну там 80 сантиметров на 220 и этот дверной проем просто нужно заказать вам дверь и вы заказываете а вам приходит там два на два образно и потом в результате не двери только замусорен проход только времени много потратили на то чтобы ее занести потом деньги потратили на то чтобы заказать потом еще время и энергию тратите силы на то чтобы это вынести еще раз досадованы злые думаете о боже я же додумал что эта дверь может не подойти но как же я это не принял во внимание там размер вот очень также с нашими синтетическими витаминами синтетический витамин в клеточку не войдет в межклеточном пространстве накопиться потом также синтетический витамин не сработает только является источником например онкологии вот такая есть у нас с вами начало нашей встречи нам нужно натуральное и вот вопрос на засыпку где это натуральное брать кто-то на грядках и при этом это натуральное стоит им колоссальных денег люди думают что им это стоит бесплатно потому что вот она у нас выросла но в результате какую платят цену люди за тоже натуральное которое выращивают они платят свою жизненную силу это одна валюта жизненное время энергия сила некоторые так выращивали натуральное что надорвали спину то есть платят здоровьем еще люди платят деньгами потому что там тоже рассада удобрения или кого-то нанять все это стоит денег и часто овчин кавычинки не стоит но люди так привыкли поступать поэтому из-за того что люди так привыкли поступать они не видят что в это время пока они что-то там например себе выращивают могли бы выполнять свою миссию ради чего сюда на эту землю пришли и потом в результате проходит жизнь а человек немощен без денег без здоровья и сожалеет о том что вообще не тем занимался о том что вообще не уделял время детям или своей же своим жизненным целям не посетил тех места которых мечтал и вообще прожил жизнь не так но я не говорю в целом чтобы выращивать это плохо это очень хорошо многие получают от этого истинное удовольствие поэтому кто получает удовольствие пожалуйста выращивайте а мы будем мы благодарна обмениваться с вами тоже другими полезностями я кстати выращиваю руку у меня тут сама растет я такую полезность тоже раздаю так вот что я хотела показать мы нашли в 2019 году продукт фитлайн немецкий бренд по всему миру очень очень уже довольно таки известен компания делает почти 2 миллиарда оборота товарооборот 2 миллиарда долларов то есть никто на вас не экспериментирует на мне тоже наоборот до нас уже все проверено все сертифицировано и вот какие же здесь есть продукты и что с этими продуктами можно делать сегодня я буду рассказывать и о самих продуктах и такие знаете лайфхаки потому что у нас есть много нестандартных методов применения этого продукта так не учила нас компания то уже мы сами как эксперты в здоровье и в ингредиентах понимаем что можно применить еще и так и так и так и так начнем с визитной карточки компании кстати если вы сделаете репост то вам зачтется и в карму и ваши друзья вас тоже поблагодарят особенно те кто попробует продукт и увидит то же что видим мы увидят реальные результаты я сейчас не буду вас лечить я не буду вас учить я буду просто делиться своими знаниями а что с этими знаниями лично делать вам это только вам решать договорились и так активайз активайз это визитная карточка компании вы посмотрите состав и увидите витамины группы b активайз когда его стоит принимать во первых это возможность здесь если еще витамин c здесь есть гуаранин вместо кофеина друзья внимание вместо кофеина гуаранин намного мягче работает намного полезней и безопасней до добрый вечер всем кто еще присоединяется так вот этот гуаранин это просто клондайк энергии сейчас огромное количество людей страдают от того что у них энергии очень очень не хватает и что люди в этом случае делают они пьют очень много как всевозможных энергетиков если вы знаете насколько опасны энергетики то вы будете их избегать многие люди недооценивают опасность можете посмотреть есть в ю тубе видео где парень выпил там или 18 или 20 бутылочек баночек рыдбула вы можете увидеть как его сердце настолько раздуло стало большим что проломила ребра и к сожалению в результате через час или полтора этот парень умер но кто-то скажет я выпил и ничего и не умер друзья мои есть случаи когда даже там дети молодые люди от энергетиков к сожалению погибали поэтому с энергетиками не шутят всевозможная допинг-контроль для этого существует чтобы спортсмены не угробили свое здоровье не угробили свое здоровье в погоне за новыми медалями поэтому данный продукт проходит допинг-контроль можно даже во время олимпийских игр и профессиональные спортсмены обожают активайс плюс 10 процентов кислорода плюс 30 процентов выносливости классическое применение каждое утро там начиная с одной ложечки здесь внутри вот такая мерная ложечка маленькая меньше двух грамм помещается внутри порошочек вот из тут есть и ламинария также здесь витамины группы b натурального происхождения знаете да как отличается натуральное происхождение синтетического натуральное вы когда будете синтетические колоде вы будете извините пахнуть писать дышать вы выдыхать будете витамины группы b то есть от вас будет пахнуть аптекой когда вы применяете натуральные витамины этого ничего не происходит то есть когда пользуетесь синтетическое то у вас просто дорогая моча потому что это не встроилась в клеточку вышла и в результате вы подкормили витаминами унитаз и все остальные пути куда это ушло но если вы натуральные будете применять то это очень повлияет качественно на обмен веществ и вот этот активайз это как знаете как локомотив или как ледокол он откроет спазмированные сосуды туда пойдет кровь кислород и таким образом процессы старения процессы затихания жизни они отойдут в сторону и вернется процесс омолаживания и вот что самое интересное классическое применение активайз просто утречком свой коктейльчик не классическое применение это перед тренировкой еще можно если вы ночью за рулем или если вы айтишники сидите за компьютером или если вам надо написать какую-то там диссертацию или сдать экзамены вы просто больше принимаете и можете даже пить вечером но ежедневно вечером не стоит потому что данный продукт он бодрит и вам будет сложно уснуть вот такая ситуация и настолько быстро работают буквально две-три минуты и уровень оксигенации действительно повышается уровень сатерации оксигенации мы это очень хорошо видели у него есть не классическое применение это его можно сочетать с любым продуктом который я сейчас покажу то есть если их соединять то продукты работают мощнее быстрее и глубже еще у нас есть такие миксы например когда у человека болит голова то или повышенное давление мигрень то активайз очень хорошо сочетается с ресторей там ресторейт это еще одна такая баночка видите это такой яркий то есть его желательно утром вот ресторейт это такой более вечерний видите даже фотография похоже как закат солнышко здесь цинк меселин кальций магний марганец хром витамин d и есть еще ряд микроэлементов не буду сейчас перечислять но этот продукт он очень круто чистит лимфу он очень хорошо если нужно выведет лишнюю воду он мочегонит если нужно если не нужно он не будет убирать вашу необходимую влагу в организме то есть он именно работает на баланс если нужно он даже заведет водичку в клеточку потому что это натриевокалевый вот этот насос который помогает в клеточку завести и вывести вот именно влагу натрии он тащит на себя воду калий выводит воду так вот зависимости от того как работают какая-то ли какое количество этих микроэлементов клеточка забирает воду отдает вы представляете если за за минуту клеточка 3-4 тысячи раз сжимается это как ювелирно должна сработать биохимия вообще ювелирно чтобы вода это зашла и вышла и у людей у многих не хватает микроэлементов поэтому идет задержка жидкости потом лимфостаз идет постозность отечность и более того в межклеточном пространстве много воды а в клеточке может быть как раз дефицит и вот за счет того что появляется ресторейт у нас в рационе это такой вечерний коктейльчик но его можно пить если вы хотите сбросить вес и после еды утром через 30 минут через 30 минут после обеда после ужина то есть он чистит лимфу улучшает обменные процессы помогает нам ночью спать и себя ремонтировать суставчики хрящики всевозможные наши косточки все клеточки все будут течение дня они повреждаются нашей жизнью а ночью они исчезают эти повреждения потому что ночью работают коммунальные службы нашего организма почему нужно спать не меньше восьми часов желательно для того чтобы успеть поремонтироваться так вот ресторей он помогает регулировать воду в нашей жизни очень круто ресторейт помогает восстановить водно-солевой баланс как следствие уходит целлюлит как следствие уходят отеки и пастозность но целлюлит еще там надо липидный баланс улучшить кстати ресторейт за счет селена улучшит усвоение йода за счет витамина d вообще заработает иммунитет и обменные процессы одним словом что только не коснись везде нужно и активайз и ресторей так вот если вдруг у вас не дай бог температура или прыгает давление низкое высокое по ложечки одного другого можно надо только ресторейт активировать я позже покажу как добавили водички и вот в эту водичку можно еще накапать масла о маслах чуть позже расскажу и таким образом вы можете увидеть как две три пять минут и у вас начинает уходить головная боль вот кого мигрень там несколько дней даже человек страдал принимают продукт и мигрень исчезает можете представить человек два дня страдает выпил уже есть у меня такие люди что только не делали и коньяк пили и гипотензивные и обезболивающие и в парке гуляла и когда мы дали ей вот этот коктейльчик через три минуты или там максимум пять уже человек бежал к нам это был дегустационный столик и она такая слушайте что это было я вообще я в восторге и те скептики которые стояли рядом когда я делал этот микс они уже и на перебой так а что у вас есть для веса что у вас есть для суставов и вот такая хорошая у нас есть подсказочка если же это при головных болях и давление и всевозможных таких нарушениях если же это температура то к этому миксу вот два продукта можно добавить 3 то есть смотрите эти продукты мы кушаем каждый день для профилактики чтобы не было спазма сосудов чтобы был хороший гемоглобин чтобы не было до анемии чтобы не было густая кровь чтобы она хорошо были все ритроцитики отдельно чтобы хорошо работали мышцы чтобы раскрывались легкие вот для этого нужен активайз ресторейт каждую ночь каждую ночь нас ремонтирует то есть это желательно пить чем дольше тем лучше предупреждаю вопрос многих как долго это надо пить вот как долго вы хотите жить понимаете как долго вы хотите жить если хотите жить долго то конечно дополняйте свой рацион полезными вкусняшками зачем вам эти страдания болезни не но может кому-то надо может кому-то надо ведь когда ты болеешь знаете как помните мульти карлсон я самый больной в мире человек я самый больной в мире человек так у тебя там еще что-нибудь осталось варенье давай сюда варенье вот так же многие люди лежат болеют все не трогай меня я на работу не пойду и убирать не буду и детьми заниматься не буду все я болею это есть такая позиция и многие к сожалению ее выбирают многие из болеющих здоровым точно этого не надо так вот если вдруг все-таки вирус нагрянул если все-таки случилось так что есть температура как этим двум продуктам надо тогда цель шутц цель шутц это цель клеточка шутц защита это продукт который помогает нам защищать и от вирусов снаружи и от вирусов внутри от мутации интоксикации благодаря вот этому симбиозу цель шутц и активайз если три очень хорошо можно справиться с температурой но как следствие сработали с вирусами далее подкормили иммунитет он поймал уже инфекцию и помогли убрать спазм сосуда потому что когда высокая температура к сожалению сосуды спазмированы если вы замечали телу горячо а конечности холодные вот периферическое кровообращение страдает это защитная кстати реакция организма но увы нам лучше сработать так чтобы кровообращение было хорошее чтобы вирус был побежден поэтому добавляем активайз ресторей помните цинк медь цинк против вирусов медь от от бактерий и вот эти три в одном шикарно помогают при любых простудных явлениях там есть еще кое-что но что я хотела сказать что такие лайфхаки нас часто выручали потому что очень классно когда вы срабатываете с инфекцией при помощи самого иммунитета да все в один коктейль ирина при помощи самого иммунитета при помощи защитных сил организма тогда происходит самое важное и самое ценное вообще ради чего господь допустил эту инфекцию ваш организм вы даже не представляете самое важное самое ценное это наработать память как противостоять всевозможным возбудителям если вы будете править противостоять правильно не не при помощи просто жаропонижающих потому что когда поднимается температура в этой повышенной температуре вирус он погибает ему нужно 36 и 6 максимум 38 но когда 39 сработают уже интерфероны и таким образом главное не допускать выше 42 тогда уже динатурация белка это уже действительно летальный исход но если человек заболел и у него там будет 39 не страшно не надо спешить сгонять эту температуру главное пейте побольше воды чтобы токсины шли через под через почки в через кишечник они будут выходить даже через дыхание ваши и вот для таких вот процессов в организме как раз актива из цель шутс и ресторей очень хорошо помогают сработать именно природным путем с инфекцией вот можно ли такое деткам можно если экстренно то конечно лучше это дать чем мы какие-то синтетические препараты например есть противовоспалительные которые очень плохо влияют на печень и есть жаропонижающие которые могут вплоть до того если часто это применять быть как бы причиной толчком там триггерным моментом для даже возникновения лейкоза в тех же поэтому будьте аккуратны с медикаментами это не шутки лучше дать возможность природно в природе есть тоже очень много жаропонижающих растений и веществ антиоксиданты помогают и таким образом можно снять воспаление обязательно надо снять отек вот именно с отеками хорошо работает риста рейд и когда с ними сняли отек кровоток восстанавливается актива добавляет и цель шутс несет туда питательные вещества ну кровь несет то что есть цель шутс и для того чтобы умитет сработал при высокой температуре деткам джуниор тоже можно джуниор это очень хороший очень хороший детский вот такой есть комплекс я буду быстренько о каждом поэтому сегодня мы нет у меня возможности рассказывать детальные ингредиенты но у нас есть справочник есть у компании сайт вы можете почитать детально об ингредиентах сертификатах наградах и так дальше так вот джуниор джуниор это разработан немецкими учеными не только немецкими мировыми учеными 350 ученых научный совет это универсальное питание в котором есть все во первых 24 растения ферментированных что тут только не положили тут есть и антипаразитарных 67 точно растений здесь есть много антиоксидантов проантоцианидов здесь есть вещества которые не позволяют вот этим вайфаем смогу солнцу всевозможным испарением неправильным есть же интоксикация наружно это я сейчас перечислила наружно а есть внутренняя интоксикация когда сидит какой-то паразит или когда плохо переваривается пища там ферментов не хватило или желчь плохо выделяется или пристеночное пищеварение нарушено или есть кандида или паразиты это уже внутри начинается процессы гниения и тоже отравление то есть надо нам защищаться и от наружных свободных радикалов и токсинов и внутренних и есть водорастворимые токсины а есть жирорастворимые токсины так вот с жирорастворимыми токсинами работают жирорастворимые витамины и вещества и таким образом до эфир сохраняется ирина все нормально вы послушайте записи таким образом в junior что положили жирорастворимые витамины витамин а витамин е витамин d но натуральные которые безопасны для ребенка синтетический витамин d может нагрузить почки может даже сделать так что они отключатся в своей работе могут привести к почечной недостаточности а вот натуральный витамин d он наоборот спасет почки он поможет их им функционировать и регенерировать таким в этот продукт положили кроме витаминов которые нужны необходимы для обмена веществ минералы которые деткам тоже микроэлементы и здесь есть также клетчатки очень много клетчатки на которой хорошо благодатно разрастается полезная микрофлора так вот кому нужен джуниор во первых деткам с момента прикорма беременным женщинам очень нужно во время беременности вы знаете или ребенок съест маму или мама будет кормить ребенка и себя и ребенок поремонтирует маму то есть дефицит питательных веществ ребенок съест маму изобилие ребенок поремонтирует маму поэтому я вам как человек который рожал шесть раз я вам гарантирую что если вы добавите свой рацион полезные над по-настоящему полезные концентрированные вещи вы увидите что беременность носится совершенно по-другому детки рождаются намного здоровее и лучше поэтому вот этот детский джуниор он беременным и кормящим официально разрешен научный совет об этом позаботился чтобы все было безопасно чтобы не было консервантов кто-то скажет окей а как это она тут без консервантов друзья здесь порошок герметически упакованный вот в даже наклеечки деткам до герметически упакованный и когда вы открыли баночку в течение месяца старайтесь покушать если уж так там ребеночек есть меньшими дозами но максимум до трех месяцев не храните ее долго открытой открыли и используете и что здесь есть то что позволит здесь есть еще белок и этот белок позволит ребеночку хорошо строится или беременной маме есть строительный материал для ребенка чтобы не было потом но знаете чтобы не рыдать потом потому что иногда сэкономив пару там долларов в день потом приходится на всевозможных массажистов реабилитологов на всевозможные консультации и лекарства сотни уже долларов тратите но если не в день то в неделю или в месяц поэтому друзья на себе не экономим джуниор можно также людям в возрасте то есть если человек уже перешагнул например 70-80 летний рубеж или он постарел намного раньше что значит постарел намного раньше процессы накопленные какие-то диагнозы это уже есть старение органов и систем то есть если у человека уже например в 50 лет целый-целый букет заболеваний можно тоже ему начать с джуниора потом перейти на оптимальный сет людям после операции тоже очень показано ослабленным людям людям после всевозможных инфарктов и инсультов людям в реанимации болеющим людям можно усиленно попринимать джуниор все в одной баночке единственное что вы открыли положили в стаканчик себе вот эту чудо смесь и добавили водички и можно еще добавить масло масло которое я вам сейчас презентую поделюсь расскажусь расскажу но вот джуниор и еще раз повторюсь вам лайфхаки какие можно пить очень часто если вы захотите можно еще с цельшуц очень детки любят сочетание джуниор и цельшуц они просто обожают иногда дети отказываются пить джуниор в чистом виде объясню почему вкус просто космос мне очень нравится но почему дети первое время отказываются пить джуниор потому что у них есть скорее всего такие знаете вредоносные жители внутри у нас есть полезные сапрофиты есть вредоносные вот с паразитами надо говорить жестко пришел потренировал поработал до свидания твоя миссия закончена и вот антипаразитарные компоненты которые здесь есть тот же орегано бузина и так далее вот эти антипаразитарные компоненты они заставляют паразитам внутри бунтовать и когда паразиты бунтуют ребенок не хочет пить джуниор его тошнит ему там что-то не нравится даже может вырвать вы можете посмотреть что в рвотных масок у меня был отзыв однажды что там даже паразиты были то есть это желчный почистился у ребеночка поэтому можно ли ребенку в пять лет джуниор давно уже нужно было бы что ребенка скоро будут зубы меняться ему же надо выстраивать новые зубки хотя они уже были заложены еще утробе мамы и молочные постоянные зубки но по крайней мере вы сможете ну когда будет происходить развитие обновления тканей вы сможете повлиять на это обновление качественно и когда клеточка будет делиться если ее подкормить то следующая клеточка будет лучше чем предыдущие а если не подкормить то следующая клеточка будет хуже чем предыдущие и когда следующая клеточка хуже это процесс старения и И мы видим эти процессы старения даже у маленьких грудных детей, когда идет дисплазия суставов, например. Дисплазия – это уже и есть старение. И часто новорожденные детки, ну как, в 3-4 месяца это уже хорошо видно, иногда в 2 месяца, вынуждены быть в стременах только из-за того, что никто мамочку не научил кушать правильно, полноценно питательные вещества во время беременности. И вот джуниор можно давать, мы даже вот у меня малышке 2 месяца, когда она там капризничает, может быть, я просто макаю джуниор сосочку, пустышечку, и эти микродозы мгновенно успокаивают ребеночка. И это очень полезно. Сейчас я кормлю груди, поэтому я пью сама много продукта. Из продукции моя дочь принимает коэнзим Q10 иногда, когда еще какие-то газики присутствуют, потому что, как ни крути, до 3 месяцев микрофлора устаканивается. И если, допустим, не все еще идеально, и кто-то скажет, что у Марины не все идеально. Так, Марина, ты тут рассказываешь, что ты здорова. Да, друзья, мы люди, жители на этой планете Земля. И есть еще, мы живем не в мегаполисе, но в пригороде. Есть смог, есть электромагнитные волны. Присутствуют обычные человеческие стрессы, по минимуму, но есть. Поэтому я не могу сказать, что мы там карпатские горцы. Да, и мы выглядим намного лучше, чем раньше, но мы продолжаем работать над своим здоровьем. И вот этот коэнзим Q10 достаточно одну капельку капнуть буквально в ротик или в молочко, и ребеночек за 30 секунд успокаивается, снимает этот продукт спазм. Что же это за коэнзим, я вам чуть позже покажу. Итак, лайфхаки, слышите, да, сфиксируйте себе. Вы уже что-то для себя получили полезное? Сейчас водички выпью, подождите. Поехали дальше. Сегодня у меня был просто гастрономический экстаз, если можно так назвать. Почему? Потому что у нас есть Цельшус, лимитированная коллекция, яблочный. Ну, яблочный он только из-за вкуса, потому что, ну, практически 99% людей на планете Земля любят вкус яблока. Но здесь в составе спирулина, здесь в составе есть тот же и орегано, и брокколи, нет, есть морковка, бузина, арония, черная смородина, черешня, голубика, брюссельская капуста, шпинат, куркума, корица, базилик. А брокколи есть тоже, думаю, зеленый чай. То есть, это то, что точно не вы, не ваши дети. Ну, вот, вы знаете, я готова поспорить, но нет таких людей на планете Земля, кто каждый день это все именно кушает. Не что-то одно из этого, а это все. А здесь этот комплекс, он настолько идеально просто улучшает, просто настолько улучшает нашу работу организма. И получается, и на лето разработали, летом же что происходит? Вирусы, раз, здесь есть антивирусные растения и компоненты. Второе, что здесь, кстати, есть тот же состав, что и в цитрусовом. То есть, витамин А, Е, селен, биофлавоноиды, но просто здесь источник этих биофлавоноидов намного шире, чем просто сицилийские цитрусовые. Поэтому вот этот продукт, он имеет такой комплексный подход и антипаразитарно, и сосуды укрепляет, хотя желтенький цельшруц тоже сосуды укрепляет. И за счет этого продукта намного лучше работают, намного лучше работают все остальные продукты. И я сегодня имела такую, знаете, приятную неосторожность сочетать джуниор, как кормящая мама, с цельшруцем. Там себе в обед решила, потому что утром забегалось, было много дел, был утренний коктейль. А потом я смотрю, как-то уже 2 часа дня, а я еще не завтракала. Я быстренько покушала, но для лактации нужна еда, для того, чтобы было молочком. И я для того, чтобы в жаркий день не переедать, вот не кушать лишнее. Я сделала себе вот такой вот коктейльчик, добавила аминокислоты. Это было так вкусно! Я бегала с этим стаканчиком и всем говорила, попробуйте, попробуйте, попробуйте. Это реальный гастрономический экстаз. Вот это сочетание было для меня, я не знаю, думаю, что вашим детям, если просто джуниор не понравится, то вот в комплексе очень будет хорошо. При том, где какие дети пьют спирулину с удовольствием, а здесь они ее даже не почувствуют. Вот такая есть у нас интересная история. Очень хорошо идет цепочка дальше. Какие лайфхаки, кстати, с цельшруцем? Если вдруг вы простудились, вам надо просто пить цельшруц горячим, 3, 5, 10 коктейлей в день. Вот сколько хочется, но побольше, и именно таким горяченьким, если простудились. Если же тепловой удар, то цельшруц надо пить, особенно хорошо еще с рестарейтом, потому что теряется много микроэлементов в этот момент. Пить холодным, вот прям прохладненьким, холодным, тоже почаще. И таким образом можно очень быстро прийти в порядок, потому что тепловой удар, это, друзья, не шутки, это серьезный удар по иммунной системе, эндокринной, по состоянию нервной системы. Поэтому мы с солнышком не шутим. Мы его любим, уважаем и берем во внимание все его нюансы. Договорились? Так вот, смотрите, вот сколько пишут уже сердец и лайков за вот это сочетание. Да, этот коктейль, конечно, он привнес в нашу жизнь такую интересную, добавил изюминку. И самое интересное, что это лютеин, содержащие растения. То есть, какой лайфхак, если вдруг ваш ребенок сидит много в гаджетах, то вот здесь и вот здесь есть лютеин, содержащие растения. Берете раз-два, добавили еще водички, добавили туда омегу, и можете быть спокойны. Макула, фоторецепторы, палочки, колбочки вашего ребенка не пострадают от того, что он вынужден быть на дистанционном обучении, или у него есть там хобби посидеть в планшете, в телефончике, или вам надо, чтобы он там полчасика поиграл, пока вы там будете что-то делать. Сейчас мы вот даже деткам, когда делали массажики, включаешь этот бэйби, шаг ту-ту-ру-ру-ру, и уже эту песню поешь ее потом в трое суток после одного массажа. Ну что поделаешь, ребенок в этот момент лежит и разрешает, чтобы мы поделали массажик. Вот так вот у нас есть такие тоже лайфхаки. Поэтому, что касается вот этого продукта, это очень вкусно и очень полезно. Но сейчас лето, и, конечно, цельшуц – это такая light очистка. Более грубая очистка для нашего кишечника – это basic. Здесь есть именно клетчатка, здесь есть полезные бактерии, растворимая и нерастворимая клетчатка. И научный совет сказал своим клиентам, что вот этот продукт, вот это трио, это решает на 80% вопроса со здоровьем. Человек стареет, болеет и умирает по трем причинам физическим, если брать физиологию. Дефицит кислорода – это решает Activize. Плюс 10% кислорода, плюс 30% выносливости. Дефицит питательных веществ – это решает Basic. И кишечник восстановит, и вас подкормит. И третья причина – изобилие токсинов. Это решает уже Restorate. И вот это оптимальный сет, который многим людям решил действительно 80% вопросов по здоровью. Почему я говорю 80%, к сожалению, это не панацея. Это то, что можно и нужно применять, но молитву, любовь, движение, водичку, сон, дыхание – никто не отменял, друзья. Все должно быть в комплексе. Вот все – чистая совесть, чистая вода, полезная еда, крепкий сон. Так вот, чтобы это произошло, вот этот оптимальный сет возьмет за ручку ваш организм и приведет его к чистой совести. С Activize будет меньше стресса в организме, с Restorate меньше лжи, потому что медь для этого организм поступает. Вы знаете, что если дефицит меди, человек живет в иллюзиях и даже не знает об этом. Он может реально врать и сам в этом в это верить. Те, у кого дефицит меди. Поэтому медь – необходимый компонент в нашем питании. Кроме того, что медь – это природный такой антисептик. Дефицит полезных бактерий, и все, в организм заселится вредная. Чистые мысли, Наташа подсказала. О, класс, точно! Чистая вода, чистая еда, чистое дыхание, чистые мысли, да? Отличная подсказочка. И хороший глубокий сон. Вот такие продукты, они это очень помогают приобрести, потому что еда после Basic будет полезнее. Вы будете видеть, что вам суррогаты уже становятся невкусными. У нас многие люди ушли с алкогольной, с никотиновой зависимости при помощи Цельшутса, например, и Активайса. Такой тоже лайфхак, кому надо бросить курить или уменьшить количество алкоголя, или бросить пить, то вы добавьте, пожалуйста, Цельшутс к Активайсу, и знайте, что вы уже на пути. Вашему организму будет легко от этих токсинов избавиться и защитить клеточку. И вот, смотрите, пишет Оксана, да, что мама пишет Ресторейт и после еды теперь. И сахар нормализировался. Совершенно верно, потому что в Ресторейте есть хром. Есть хром, и это очень помогает. Слушайте, вот это я уже разрумянилась. Жарко, что поделаешь, но это все нормально. Вот. Что касается каких-то дополнительных продуктов. То есть вот это как елочка, все остальное на эту елочку уже идут гирлянды и игрушки. Какую рекомендую вам добавить к этой елочке основную вещь, это Генерейшн 50+. Или, это для людей 50-летних, или там даже 40-летних уже можно, здесь Омега, Кю-10, лютеин, изофлавон. Омега вы сами знаете. Зрение суставов, сосуды. Омега нужна для каждой клеточки. Не будет Омеги, клетка не запустит. Внутрь полезного не выпустит, изнутри вредного. То есть Омега отвечает за эластичность. Эластичность наших оболочек, каждой клеточки. Лютеин. Я уже упоминала, лютеин, содержащий растения, наши сохранят зрение. Изофлавон сохранят гормоны. Гормональный фон молодым. Коэнзим Кю-10, это то, что я применяю малышке, но ей всего 2 месяца. Зачем, скажете вы, да? Это безопасный, такой вот как спазмолитик, но при этом, наоборот, если у кого-то слишком расслаблены ткани, сосуды, мышцы, то Кю-10 добавит энергии, и они придут в тонус. А если у кого-то слишком это все тонизировано, то Коэнзим Кю-10 это расслабит. Это витамин обновления, и Коэнзим Кю-10 у нас очень хорошо вырабатывается до 40 лет, потом он снижается. И чем ниже уровень Коэнзима, тем ближе последний день, да, вот этот последний вдох или выдох. Коэнзим есть отдельно у этой компании, вот в таких вот флакончиках. Если вы хотите, то есть его можно, вот я малышке во флакончике, но если 50+, 40+, уже можно в утренний коктейльчик добавлять, но что здесь самое есть интересное, самое такое необычное, такой мощнейший афродизиак, антидепрессант, мощнейший антиэйдж, да, такой компонент, это красный женьшень. Это красный женьшень, друзья, это такая мощная вещь, вы даже представить себе не можете, за, ну, насколько это хорошо людям в возрасте, это корень жизни, и поэтому можно ли заменить генерейшн просто маслами? Можно, но женьшень где вы возьмете? Поэтому хотите масла, дополните генерейшн, но генерейшн это новинка, которая покорила уже сердца. И я вам рекомендую, если у вас есть родители, даже если они будут пить пакетик на двоих, коктейльчик на двоих, вы все равно дадите им шанс прожить на десятки лет дольше. У Рольфа Зорга была бабушка, Рольф Зорга это владелец компании Миллиардер, у него была бабушка, и этой бабушке поставили диагноз, там что-то было связано с сердечком, что, ну, ей осталось 6 месяцев жить, но он эту бабушку так обожал, у них с бабушкой была реально такая связь интересная, вот именно эмоциональная, духовная, то есть они очень любили друг друга, и бабушка даже для первого офиса этой компании PM International отдала свой дом. Можете представить, в Шпайре мы были в этом городе, где основали компанию, и в центральном офисе, и вот в этом доме музея мы были, и оказывается, Рольф Зорг очень много времени работал первое время с этого дома, сейчас это дом-музей. Так вот, бабушка, ему настолько была дорога, что когда он узнал, что я стала жить 6 месяцев, у него просто был крик души, и он искал, чем бы ее спасти, и ему на глаза попалась статья кардиолога, где кардиолог говорит, что если употреблять конзинку 10, то можно дожить спокойно до 120 лет без инфарктов, инсультов, 120 лет, понимаете, бабушке там было чуть больше где-то 80, по-моему, и вот он посмотрел на эту статью и думает, да ну, типа не может быть, знаете, часто же такое бывает, что мы такие, да ну, не может быть, и вот у него точно так же, да ну, не может быть, он отбросил эту газету, но целый день эта мысль возвращалась и возвращалась, возвращалась и возвращалась. И когда он увидел в этой статье, потом он вернулся, нашел эту газету, вернулся, позвонил по телефону этому кардиологу, и когда они встретились, Рольф Зорк на тот момент не был еще миллиардером, он был автослесарем, молодым парнишкой, и когда они встретились, когда этот врач начал объяснять, что для клеточек нужно как топливо, а Рольф Зорк как автослесарь, он знал, что для машины тоже важно, какое топливо заливаешь, и он в тот же миг понял, что и для клеточки важно, какое топливо, и в результате он взял на вооружение этот коэнзим Q10, он добавил этот продукт, уже у него на тот момент была своя маленькая косметическая компания, и он добавил просто коэнзим Q10 в своей компании, ну, как бы в продажу, да, то есть в линейку расширил, и бабушка прожила, с тех пор, как ей подключили коэнзим, не 6 месяцев, а 9 лет, и вот такая судьбоносная ситуация, именно из-за болезни бабушки, он обратил внимание на биодобавки, именно из-за этого у него в линейке, его косметической линии появились биодобавки и клеточное питание, и сейчас за 28 лет эта компания стала мировым брендом, спасла просто миллионов жизней, я не побоюсь этого слова, и радует многих людей. Так вот, смотрите, коэнзим Q10, его можно применять и в утренний коктейль, и в дневной, и в вечерний, когда хотите, здесь написано 18 капелек на флакончике, но его важно носить всегда с собой, не дай бог давления, просто накапали на ручку, или в ложечку, или просто уже в рот, я в самолете применяла его, когда я была беременной и летели мы в Доминикану, очень быстро сатурация, вообще очень быстро сатурация пришла в норму, у меня там на большой высоте упал уровень кислорода, а я ж как беременная, еще ж медик, еще ж диагност, я ж мониторю все это, вы что, боже упаси, своим удовольствием, желанием поплескаться в лазурных водах, не навредить же ребенку, ребенок важнее, чем недельный или двухнедельный отдых, согласны, поэтому я запаслась полезными такими штуками, чтобы беременность проходила дальше безопасно, и вот при взлете каждому раз-раз-раз Q10, что произошло дальше, уши не закладывает, вот возьмите во внимание, если вы летаете, уши не закладывает, поэтому лайфхак номер один, дальше Q10, это домашняя аптечка, комар укусил, намазали, не чешется уже, исчезает этот укус, там герпес тоже можно нанести, ожог, любая ранка, царапинка, ссадина, коэнзим Q10 в помощь, даже если в носу там корочки, например, тоже можно нанести и заживляет очень-очень быстро, поэтому такая информация должна быть у вас, ну то есть такой продукт всегда под рукой, а информация должна быть здесь у вас в голове. Написано держать в холодильнике, совершенно верно, потому что это масла, они очень не любят повышение температуры, но что скажу вам я, например, мы ставим на тумбочке, потому что у нас все, у нас этот флакончик выпивается за неделю, то есть мы в месяц выбиваем как минимум 4-5 флаконов, и поэтому, конечно, мы не прячем в холодильнике, а так, да, можете содержать в холодильнике. Если идти на отдых, можете в термосумке, если в горы пойти, то да, коэнзим поможет, если у кого-то непереносимость, но если это очень высоко, вы будете подниматься, потому что в горах там воздух совершенно по-другому работает, там меньше кислорода, там более разжиженный воздух, и коэнзим Q10 будет вам в помощь. Есть еще один продукт, вот омега, это омега есть из тунца и из водорослей, вот это из водорослей. Вы представляете, научный совет перебрал 200 водорослей, пока нашел ту водоросль, которая дала правильное вот именно сочетание ДПА и ЕПА, то есть вот эти ДХА, есть такой вид именно полиненасыщенных жирных жиров и ЕПА. Кто не понимает, то вы не обращайте, не думайте, я не матерюсь в эфире, это просто наша внутренняя медицинская аббревиатура, это те аминокислоты, которые должны быть в определенном соотношении для того, чтобы она работала идеально. Так вот, эта омега, она просто сказочно работает. Для беременной женщины это закладка нервной системы, интеллектуальных возможностей ребенка, для маленьких детей, это возможность учиться, воспринимать этот мир, адекватно реагировать. Омега нам нужна для того, чтобы гормоны были в порядке. Вот все, у кого проблемы с щитовидкой, друзья, у вас точно липидный обмен нарушен, и вы можете кушать хоть вагон и массу холодного отжима. И семян, но ваша щитовидка, она не позволит этому нормально усвоиться. Поэтому, что сделали ученые, они подготовили к усвоению через 3 минуты, до каких 3 минуты? Через 30 секунд это все уже в крови. Вот смотрите, я вам сейчас покажу, как это растворяется. Вот берем водичку, обычную водичку. Это жир, можете проверить. Кто не верит, купите, проверьте. Не надо мне тут все 100% верить. Изучайте, будьте чуть-чуть скептиком, разбирайтесь, это очень полезно. Так вот, я лью жир в воду. Обычно, что происходит? Жир должен был всплыть и на стеночках стакана остаться. А здесь молекулы воды поглощают мицеллы жира. Ученые уже разбили на мицеллы, чтобы мы могли это усвоить. И в капсулах 3-6% максимум усвоения жиров в капсулах. Потому что этот жир, ну он идет как нефтяное пятно по кишечнику. Потому что то печень не сработала, то поджелудочная, то лимфа, то не хватило, ну там глицерина, например, в нас внутри для того, чтобы расщепить. И когда вы получаете вот такой уже жир, подготовленный к усвоению, вы выпили, вы еще не успели сделать последний глоток этого чудо-средства, как уже в вашей крови все внутри пошло в работу. И когда кровь работает, как быстро эти коктейльчики распределяются по организму, да я вам скажу как. Кровь от сердечка в мозге обратно всего-навсего 8 секунд, в легкие обратно 6 секунд, в кончике пальчика в руки обратно 16 секунд, в кончике пальчика в ног и обратно 18 секунд. Вот вот так примерно работает скорость нашего кровотока. Через щитовидку за 27 минут пройдет все 5-6 литров нашей крови, через щитовидку. Но когда, если взять почки, то через почки все наши эти 5-6 литров пройдут за 5 минут. То есть за 5 минут кровь уже будет намного чище, если вы поможете этим почкам фильтровать, если вы поможете этим почкам качественно фильтровать. Потому что как фильтрует почка? У нее есть такие капсулки, называются эти капсулки шумлянского Боумена. Кто не в теме, не запоминайте, не засоряйте голову ненужными фактами. И вот в эту капсулку кровь эритроцитики заходит практически по одному, как в душевую кабинку. И если кровь сладжирована, если эритроциты между собой вот так вот склеены, они не пройдут в самый маленький клубочек, который фильтрует нашу кровь. И в результате что происходит? Накопление токсинов, почки не справляются, не выводят, интоксикация. И почему при диабете страдают три органы мишени. Да, вот почки часто возникает, уже нарушение работы почек, сердечная мышца, потому что корона сердца, вот там есть такие сосудики, они короной в верхушке сердца. Вот эта корона сердца, там тоже все эритроцитики должны по одному пройти, тоже в самый тонкий капиллярчик втиснуться. А если они вместе, если они сладжированы, не просто по двое, они же там в крови, я как гемосканист это часто вижу, они могут быть вот такими цепочками. Называется в медицине это монетный столбик, такими конгломератами. И когда этот монетный столбик доходит до самого маленького диаметра, он просто не может пройти. Это не значит, что сразу тромбируется. У нас есть запасной выход, есть средние магистрали размером, то есть есть вот эта петелька, она сработает, но самая маленькая петелька, где артериола переходит в венулу, где все должны по одному прийти и вот под давлением отдать кислород, забрать углекислый газ, вот это не происходит. Поэтому страдает три органа мишени, где самые-самые тонкие капиллярчики, это сетчатка глаза, верхушка сердца и почки. Поэтому, спасибо вам за комплименты, да, поэтому друзья, вам надо обязательно следить за тем, чтобы кровь не сгущалась. Это не значит пить антикоагулянты или не значит, что надо пить кроворазжижающее. Вам просто надо пить водичку, но вода, к сожалению, сама по себе не всегда разжижает. Она, если, знаете, вот мы стираем белье или моем посуду, мы добавляем щелочь. Мы добавляем то, что помогает нам создать вот этот эффект чистоты. Вот в организм точно также должна попасть щелочь, ну, своего рода в виде антиоксидантов. Именно антиоксиданты, они вот заряд этот восстанавливают и уже клеточки начинают друг от дружки отталкиваться. Понятно вам, друзья? Поэтому мало, ну, знаете, жирную сковородку вы не помоете водичкой. Нужна обязательно еще какая-то суперсредство, супержидкость. Вот точно также мало водички. Многие люди пьют воду и только получают отеки, потому что нет антиоксидантов, эритроциты остались склеенными, почки не могут отфильтровать. Наоборот, они, о боже, еще больше жидкости. Я тут с этой не могу справиться. И когда мы даем, неважно, Омегу, Q10, Junior, Цельшутс, Generation, Activise Basic. Есть еще, кстати, Activise Basic 2 в 1, вот Power Cocktail. Вот он еще мощнее работает, чем Activise Basic. Особенно тем, у кого людям в возрасте очень хорошо, больше нравится Power Cocktail, потому что здесь какой-то такой Activise нежнейший, нежнее работает, чем просто сам по себе. И вот когда вы получаете вот такие компоненты в свою кровь, она начинает работать. Она начинает кормить, защищать, терморегуляция включается, гормоны работают лучше и пошло-поехало, начинает оживать организм. Есть ли какие-то ограничения в применении? Только индивидуальная непереносимость. То есть, если у вас есть индивидуальная непереносимость какого-то компонента, ну, может, начните с других продуктов, а потом попробуйте еще уже этот. У меня есть люди, например, у которых аллергия на виноград, но они спокойно кушают продукт, в которых очень много есть ламинарии и они спокойно воспринимают и ту же спирулину. То есть, иногда бывает индивидуальная непереносимость. Вот кто-то говорит, у меня там на цитрусовая аллергия. Друзья, у вас сто процентов на цитрусовая магазинная аллергия. И это не на цитрусовая, а на то, чем их обработали. А если взять по-настоящему, вот настоящие цитрусовые, которые выросли там, ну, в правильных территориях, ничем не обработаны. У меня был такой случай, ребенок был на диагностике. От одной дольки мандарина здесь у ребенка сразу начинают опухать губы. То есть, начинается вплоть чуть ли не до отека к венке. Два килограмма на Сицилии может кушать. Здесь одна долька, а там два килограмма. И если бы люди не жили в Италии и не знали, что у них спокойно ребенок кушает мандарины настоящие сада, то они бы считали, что у него аллергия на цитрусовое. Но так как они понимают, что эта аллергия уже то, чем обработаны цитрусовые, то они просто уже здесь не покупают. Вот. Какие ограничения в применении? Чтобы сделать передоз, вам надо скушать пятьдесят или сто суточных доз. Это, знаете, иногда полторы банки. То есть, это нереально просто физически даже передозировать. Есть еще такие нюансы, например, омегу. Нельзя тем, у кого обильные месячные, потому что она, ну, хорошо очень разжижает кровь. Она не делает ее прям вредно жидкой, но она в организме срабатывает защитной реакцией в эти дни. И больше фибрина, например, в крови, ну, сворачиваемость чуть-чуть выше. Если, например, в период операции или период родов тоже с омегой поменьше, больше Q10 витамин обновления. Это полезное питание. И со временем, когда вы будете пользоваться, находиться в наших чатах, вы поймете, что вот эта безопасная аптечка еще очень и очень нам всем в этой жизни нужна. Нужна больше даже, чем одежда, чем автомобили, чем ремонт в доме. Кто-то скажет, ого, вот это Марина загнула. Это что, кушать надо фитлайн и ходить голым? Друзья, ну, это только вам выбирать, как ходить и что кушать. Но когда-то древние люди кушали много, ну, старались поискать полезные какие-то корешочки, да, и не сильно заморачивались по поводу одежды, изобилия одежды. Хотя народ не исправит. Все равно покупают глазами, все равно смотрят по одежке, и опровожают по уму. Кстати, чтобы кушать этот продукт, людям не надо брать кредиты, им не надо залезать в какие-то там мега-долги, потому что это очень-очень доступно, хотя это продукт премиум-класса. И чтобы его кушать в полном спектре, там, например, да, надо уже хорошо зарабатывать, но для того, чтобы кушать необходимый минимум, потому что есть минимум, максимум, оптимум, то чтобы кушать необходимый минимум, его может позволить себе и студент, и пенсионер. Главное, были бы мозги. Знаете, почему я говорю, что были бы мозги? Были бы мозги разобраться, потому что когда у человека одни только стереотипы, я не верю, это не работает, это био-добавки, это там лохотрон, это все пирамида, это на тебе наживаются. Когда вот это все начинается, я так вот сижу и смотрю и думаю, боже мой, что же ты сделал, человек мой дорогой, в этой жизни такого плохого, что тебе, боженька, закрыл глаза, разум, сердце, уши и даже рот, чтобы попробовать этот продукт. И мне иногда вот просто мысленно, я сижу и думаю, иногда, если сильно допекает, я могу просто спросить, слушай, что ты сделал такого плохого, что ты не видишь и не слышишь очевидного? Все, я больше ничего не говорю, потому что надо еще научиться принимать волю человека. И вот я в этом плане еще расту, даже на исповеди каюсь, потому что мне сложно, знаете, сложно. Еще ладно, когда здоровые люди там не хотят ничего слышать о профилактике, это уже ладно, это, ну, придет время, разберется. Но когда ты видишь, что человек уже, все клеточки кричат, вы знаете, спаси меня, помоги, объясни моему хозяину, объясни моему хозяину, что у меня уже все, уже вот так, вот так, я уже просто задыхаюсь от этих токсинов. И когда эти клетки просто кричат, и ты смотришь на этого человека и слышишь, как рыдает внутри печень или воют почки, и ты говоришь, возьми, ну, хоть попробуй. Он, я не верю. Да, елки-палки, что ж такое, как тебе донести? Вот справочник, почитай уже хоть справочник, это ж не я, это уже ученые пишут. Да, почитай просто, зайди в лекарственные растения, посмотри, что, как помогает, как работает. Да, почитай отзывы, в конце концов. И я, когда, ну, когда я вижу, что человеку очень надо, я, конечно, внутри Марина спокойна, это его воля, это его выбор. Успокойся, придет время, разберется. А второй у меня внутри голос, а если не успеет? А если не успеет разобраться, как ты будешь с этим жить, что ты не донесла? Человека не станет, а у него там дети или родители. И вот такой у меня, конечно, этот хор внутри происходит. Но, вы знаете, за одиннадцать лет консультативной диагностической деятельности я, конечно, рада, я научилась доносить человеку просто о важном и научилась через любовь, через заботу уже иногда даже самым таким скептичным, даже самым таким уже, знаете, жестким и черствым сердцем добираться. Вот. И если не успеет, это его выбор, согласна. Все мы на этой планете временно, как сказал один из... По-моему, Ричард Гир сказал, что с этой планеты никто живым не сможет выбраться. Обнадеживая вообще такая перспектива. Но все равно то, как мы здесь проживем и сколько проживем, тоже зависит от наших ежедневных действий. Вот. Это не Бог закрывает ему... Совершенно верно. Я подтверждаю, Татьяна. Вы знаете, вот хорошо, что вы меня поправили, потому что Бог нас всех очень любит и Он нам дает все самое лучшее. Он точно никого не наказывает. Вот. Поехали дальше. Что касается еще каких продуктов... Так, пока мой муж с малышкой еще не стучит мне в двери и не пишет, что какой интересный у тебя эфир. Это у нас такой внутренний сигнал. Я могу позволить себе еще чуть-чуть рассказать. Смотрите. Что касается защиты, есть еще вот такой вот дедринг. Время от времени нужно в доме делать генеральную уборку. Так вот, дедринг – это как клининговая компания, которая придет почистить ваш организм. А цельшуц – это уже, знаете, как тряпка перед порогом или как сетки москитные на окнах. Это то, что поможет вам не допустить уже внутрь много грязи. Наверное, так понятно, да? То есть, вы же не будете вызывать клининговую компанию. Например, каждую неделю. Не, ну разве что вы там чудите в этом доме, то, конечно, надо каждую неделю. То есть, если вы сильно свой организм убиваете вредными привычками, то, может, и каждый месяц стоит по 14 дней чистить себя. Есть люди, которые вынуждены пить каждый месяц практически дедринг. Это люди, которые борются за жизнь с онкологией, которые проходят химиотерапию. И им, конечно, этот продукт – это возможность не погибнуть от лечения. Так вот, смотрите, что касается дедринка. Он помогает здесь пять этапов очистки. Он поможет и почки поддержать, и печень, и лимфу. Он даже лишние избыточные гормоны уберет. Ведь у многих гормонозависимая опухоль именно появляется. Там рак молочной железы – гормонозависимый. И людям делают искусственный климакс. И что происходит дальше? Таких женщин, которых лечат классическая медицина от рака молочной железы, я иногда уже нахожу в состоянии… Через 3-4 года, после облучения, после лечения, у этих женщин выстреливает рак кости. Потому что облучение очень сильно наполняет… Ну, плюс еще химическое лечение кости – это наш аккумулятор. И там оседают и тяжелые металлы, там и оседают токсины тоже. И вот эти радионуклиды. И когда женщина прошла лечение, прошла облучение, прошла химиотерапию, гормонотерапию, в результате у нее кость, во-первых, наполнилась вредным, а во-вторых, она из-за того, что ей сделали искусственный климакс, у нее уже нет эстрогена, у нее решетка кости не обновляется, как положено. И она становится, знаете, такой очень-очень пористой. Во-первых, это чревато переломами, а во-вторых, организм начинает решать вопрос, я его слепила из того, что было. И начинает эту кость ремонтировать. Не хватает кальция. Из-за того, что нет эстрогена, кальция не хватит. И организм начинает накапливать стронций. Уже эта косточка начинает на погоду реагировать, уже метеочувствительность, а потом начинается мутация. И остеоциты, они очень чувствительны к тяжелым металлам и токсинам. Так вот, друзья, чтобы не было возможности получить такие вещи, как остеопороз или ракости, вам обязательно надо себя чистить. Надо давать себе возможность строиться. И не только кальций должен быть для косточки, иначе косточка крошилась бы как мел. Там должен быть все и кремний, там и должны быть обязательно эластин и коллаген, чтобы вот косточка была эластичной. Она тоже эластичная, поверьте, у нее тоже есть свой порог пружинистости, наверное. И понимаете, когда вы пропиваете детокс, когда вы выводите токсины, а здесь еще есть и природный антибиотик куркумин, из куркумы сделан, фермент уже, ферментированная куркума, куркумин. Усваивается в 47 раз лучше, чем обычная куркума. Это знаете, если вы чайную ложечку бросаете куркумы себе в еду, так представьте все равно, что там 47 чайных ложечек вы съели. Вы представляете, вы же столько в жизни не съедите. Это нереально невозможно. А здесь это правильно подготовлено. Здесь есть и имбирь, чеснок, черемша, и там холин, расторопши. Я не буду уже перечислять компоненты, но то, что поможет с вирусом избавиться, с токсинами. Итак, для профилактики раз в 3 месяца 14 дней, жителям мегаполиса можно 28 дней, потом 2 месяца пауза, и раз в 3 месяца пропивать, месяц делать такой чистки, пить его или рано утром после стакана воды, или вечером с 5 до 7 вечера, когда максимально работают почки. Вот это так принимать the drink. И боже упаси вас начинать с целого пакетика. Я вам скажу, что в наших людях сейчас, может быть в немцах не столько накоплено, может быть в какой-то другой стране не столько накоплено, но у нас из-за этих Чернобылей, из-за того, что наши страны привозят много токсических отходов, их есть захоронение, мы даже об этом не знаем, понимаете. У нас очень много продуктов низкого качества, продуктов питания именно в магазинах. Очень часто вода тоже низкокачественная, потому что требования занижены уже к питьевой водичке. Такая ситуация, что еще медикаментов очень много подделочных, самолечением люди занимаются, то есть у людей токсинов накоплено много. Из-за этого наша страна, вот в частности я могу сказать сейчас об Украине, Россия тоже недалеко убежала в этом плане, мы лидеры практически по детской онкологии, лидеры по количеству алкоголизма, это тоже токсины просят пить алкоголь, лидеры по насилию в семьях, это тоже токсины требуют, они являются источниками других гормональных процессов. И именно поэтому нам дедринк надо начинать пить плавненько, начните с третьей части пакетика, начните с пол пакетика, попейте недельку, посмотрите как реагирует организм, потому что если дефицит воды, изобилие токсинов, пойдут обострения ваших хронических заболеваний. И вы скажете, так, до твоего порошка, до твоего фитлайна у меня было все намного лучше, а теперь мне намного хуже, поэтому что, ну, верни мне деньги или все это развод, мне теперь хуже, что с этим делать, я пошла там капаться в больницу, потому что обострилась там что-то. Вот чтобы этого не было, друзья, много пейте водички и обязательно дедринк, я рекомендую сочетать его с цельшуцем, пускай будет третья часть пакетика, пол пакетика, конечно, если вы постоянно чиститесь и такой мега зожник, вы можете и по целому пакетику начинать пить. Я, например, пила по целому пакетику, все, было отлично, но на шестой месяц приема, то есть я 14 дней пью, 14 дней пауза, 14 дней пью, 14 дней пауза. На шестой месяц приехали, повылазил мой герпес хронический, который спал, уже меня не беспокоил, на коже высыпания были и вот это как раз, ну, знаете, дочистило, копнуло глубоко, лучше это постепенно выводить. Да, организм разрулил это, потому что я продолжала принимать продукты, я понимала, что происходит, но есть же люди, которые увидят, что на коже больше высыпаний и скажут, ой, оно мне не подходит, ой, извините. А когда вы пропьете Дедринк, у многих исчезают кисты, полипы, папилломы, исчезают, вот смотрите, пишет Любовь даже, что Дедринк вылечил моей собачке эпилепсию, а потому что эпилепсия могла быть причиной, ну, токсины могли быть причиной этих судорог. И как подобрать личную правильную программу? Вы знаете, есть рекомендации от научного совета, это описано в справочнике, это написано и в, это и написано на самих баночках, но вы можете начать с меньших доз. Тише едешь, дальше будешь. Смотрите, как себя чувствуете, на следующий день можете увеличить, потом еще увеличить. И вот в третьей части, если вы начнете, вы точно не промахнетесь, постепенно увеличивая дозировочку. Вот я родителям начинала вообще с четвертой части где-то дозировочки, потому что на себе увидела, что продукт очень мощно работает на полных форм, ну, как бы на полноценных дозах. Но сейчас наши родители пьют одну вторую суточной дозировочки уже в течение двух лет и видят мега-мега результаты. Что касается, что касается еще дедринка, лайфхаки. Вдруг, не дай бог, у кого-то отравление, интоксикация, головная боль, диарея, перепил кто-то что-то, алкоголь какой-то, переел. Вы можете дедринк принимать, вот просто вирусные инфекции, температура, грибковые инфекции, неважно, вы дедринк можете принимать. И вот этот пакетик, здесь внутри даже написано 7 грамм вот этих разных трав и экстрактов. Так вот, этот дедринк вы можете взять на кончик ложечки, столовой ложкой. Если вдруг есть рвота, то если вы выпьете целый стакан или полстакана, вы вызовете опять рвоту. Да, оно как очищение сработает, то есть вы не бойтесь, если вы что-то пьете и вырываете, это все равно чистка. Но если вы выпьете вот на кончик ложечки, в столовой ложечке водички, это организм не вырвет, он это усвоит. И таким образом, по чуть-чуть, по чуть-чуть отпаивая ребеночка, можно тот же, даже ацетономический синдром. Если ацетон 4+, можно дедринк, можно ресторейт, можно цельшутс, джуниор, и можно очень быстро вывести этот ацетон в ноль. Вот такая вот интересная есть у этого продукта функция. И он очень-очень хорошо помогает при любом виде отравлений. Берите его с собой на отдых, в любое путешествие. Всегда должно быть как безопасная аптечка. Температура поднялась, цельшутс с дедринком смешали. Если добавили активайз, это вообще такая мега-бомба, потому что по иммунитету самых 3 мощных продукта – это цельшутс, это дедринк и, друзья, и IB5. Так, Виктор пишет, что уже прекрасный эфир, значит, уже малышка просыпается. Виктор, спасибо тебе, что ты мне и так дал час 23 минуты поговорить. Я буквально кратенько еще хочу сказать об IB5. Он должен быть в руках каждого человека. Если летом у каждого должен быть дедринк и цельшутс, хотя бы яблоко, то, конечно, IB5. Что это такое? Иммунный бустер. Это создали ученые. Они создавали это долго. То есть у компании очень много разработок есть на будущее. Продукт, все награды, наверное, которые мог бы уже собирает, потому что это лучшая инновация в области здоровья и красоты. Так вот, что такое IB5? Иммунный бустер. Это спрей. Здесь масла. Это масла, эфирные масла. Здесь есть масло луговой мяты. Мощнейший спазмолитик, мощнейший. Очень легко дышится после него. И во время спорта, и во время астматического удушья, и во время аллергической какой-то реакции. И очень хорошо IB5 помогает человеку дышать, даже во время болезни. Поэтому вы можете брать во внимание. Чебрец. Мощнейшая, противовирусная, противобактериальная. Также здесь есть имбирь. Есть масло гвоздики. Имбирь противовирусный мы знаем тоже. Масло гвоздики и хорошо помогает и желчегонное, снимает воспаление слизистых, способствует заживлению. Очень быстро помогает справиться с вирусами, с бактериями. Когда-то вообще эту гвоздику сживали, чтобы не заболеть. Во время пиршества тоже, чтобы не отравиться. Здесь есть бета-глюкан, это помогает работать иммунным клеточкам. Витамин А, Е, Д, витамин В2, В7. То есть такая штука мощнейшая, которую лайфхаки рассказывают. Вообще его назначение. Укрепление слизистых, как входных ворот. Чтобы вы при контакте с людьми, это как внутренняя маска, чтобы вы не цепляли всевозможную инфекцию. И можно наносить три раза. Вот брызнули в рот. Кому надо аккуратно, это беременным. Потому что чабрец, он может тонус в матку приводить. Я брызгала один раз. Не три раза, а один раз. И нормально. В магазин пошла, в поликлинику пошла. Все в порядке. Когда брызнула три раза, я прям почувствовала этот тонус матки. Но я это один раз делала. Ну там, немножко полежала, отдохнула. Выпила Q10 и все, спазм ушел. Но я зато почувствовала, что это действительно работает. Так вот, лайфхак. Комар укусил, мошка какая-то, всевозможные ожоги, расчесали где-то вирус, герпес, между пальчиками уже на эти, на грибковое поражение. То есть, этот продукт уже у нас везде, прям от всего. Поэтому у вас он должен быть обязательно. Если вы куда-то едете, летите, контакт с людьми, самолет, магазин, поликлиника, школьное учреждение или учебное учреждение, офис. Вот этот продукт, его называют просто у нас тут, ну такой безопасной аптечкой. Если вдруг, не дай бог, заболели, вы можете каждый час по одному спрею брызгать. Каждый час. И, кстати, вот вижу комментарий по поводу лактации. Я вам скажу, что можно ли нанести на ячмень на глазу. Наверное, можно. Просто на гигиеническую палочку взяли и просто аккуратненько нанесли. Хотя, если вы будете принимать продукт, то у вас этот ячмень, то есть, даже если вы будете брызгать внутрь, снаружи, тоже все очень хорошо, быстро заживает. Это укрепление нашего иммунитета. И у нас есть вот отзывы у женщины Виталии. Она брызгала каждый день, потому что в работе с людьми. Она, кстати, поет в церковном хоре, и Ай-Би-5 ей помогает намного лучше петь. Это защищает наши связки очень хорошо. И вот у нее начали исчезать папилломы на шее. То есть, вы можете представить, она брызгает внутрь. Но что такое папилломы на шее? Это может быть, например, причиной индекс хома, когда непорядок с уровнем глюкозы в крови, когда непорядок с инсулином и глюкозой. То есть, когда человек на пути к диабету, папилломы могут быть, ну, как бы, уже звоночком. Внимание, обрати внимание на пищеварение, на обмен веществ. Это может быть, когда, например, папилломы могут быть при наличии паразитарных инвазий. У меня есть отзыв. Ребенку использовали Ай-Би-5, полезли паразиты. Обычным, естественным путем. Эвакуация квартирантов произошла. Может быть причин, ладно, может быть много причин, я уже не буду об этом детально. У меня есть хорошее очень видео, 30 минут конкретно от Ай-Би-5. Ай-Би-5 в нос при насморке, это жесть, предупреждаю. Это очень больно, но зато очень эффективно. Один раз и начинающийся гайморит как пришел, так и ушел. Знаете, есть у меня девиз, выздороветь до того, как заболеешь. Вот с этими продуктами можно, это не лечение, я никого сейчас не призываю самолечением заниматься. Это как доврачебная помощь. То есть мы же, если там, не дай бог, ожог, мы же не будем сидеть и ждать, пока оно печет, пока приедет скорая помощь, например. Или когда завтра врач посмотрит на перевязки. У нас же есть доврачебная помощь. И от качества доврачебной помощи зависит степень поражения потом. Промыть водой, обработать там, например, пантенолом. У нас в данном случае холодная вода чередуется с коэнзимом Q10 и от ожога почти ничего не остается. То есть доврачебная помощь делает так, что врачу уже нечего делать. Ну, практически. И вот если, да, вот ребеночку можно наушную палочку и IB5 и носик помазать. Это мягче, чем забрызгать. Это точно. У нас есть такой лайфхак с IB5. Это уже фармацевт Виктория Матиешин этот лайфхак придумала, разработала. Ребенок на отдыхе у ее подруги. На отдыхе начал в Турции чихать, кашлять, голос осиплый. Все, начинается ларингит. Ну, где лечить ребенка на отдыхе? И как ты его будешь лечить, если всего там неделя отдыха? Что ты будешь лекарствами ребенка уже забрасывать? Что они сделали? В детский крем, там, например, по чайной ложечке детского крема, один раз брызнули IB5 и на грудки нанесли, размазали на груди, намазали на спинку. Все, ребенок начинает дышать. И это очень крутой лайфхак. Потому что детки маленькие, им точно не сможешь брызгать. Оно довольно рисковатое такое, чтобы детям брызгать. Но вот в таком случае, конечно же, можно хорошо сработать. Ребенок дышит эфирными маслами, но при этом ему это абсолютно комфортно. Что еще у нас из лайфхаков? Это делали люди там на пол-литра водички один спрей спринцевания. Делали у кого там не лады с микрофлорой влагалища. Увы, такое сейчас бывает. Женщина одна писала, что она наносила на воспаленный гемородальный узел. Но это опять же, я не рекомендую. Это уже люди, знаете, голь на выдумку хитра. Есть продукт, он работает. Вот попробовали, помогло. Поэтому я не знаю, будет ли это у каждого так. И я не призываю вам проверять на себе. Если чувствуете, что душа зовет и сердце хочет, разум говорит, окей, все хорошо, можете попробовать, конечно. Но такие вот у нас есть отзывы с этим чудо IB5. Поэтому должно быть, отправляйте ребенка в лагерь, в школу, отправляйте мужа на работу, себя отправляйте в свою жизнь вперед. И в спортзале, если вы перед тренировочкой один раз IB5 даже брызнете, дышать будет намного легче. Сможете выполнить, пристоматить, так во рту 100% работает очень хорошо. И еще знаете, что еще очень круто после стоматолога, когда если вдруг раневая поверхность, удалили зуб, что-то полечили, где-то что-то поцарапали, вы можете нанести IB5. Когда-то в стоматологии как раз гвоздичные масла были самым первым природным антибиотиком. Не было антисептиков других. И вы знаете, что самое интересное? Что эти пломбы стояли десятилетиями, когда обрабатывали именно маслом гвоздики перед тем, как поставить постоянную пломбу в канал. Вот такие интересные есть, ну не в канал, а в зуб. Вот такие есть интересные факты, исторические уже. И любой толковый стоматолог будет знать, что вот эта штука очень крутая. Вот, лайфхаки такие, да. Дальше, так, муж не пишет, пойдем дальше. Слушайте, какие вы умнички, что пишете свои отзывы. Вот пишет Татьяна, да, Татьяна Мандзюк, что у сына режется зуб мудрости, дискомфорт ликвидуется при помощи IB5. Я вам скажу, что почему, потому что снимается воспаление. А что такое режется зуб мудрости? Некоторые вообще на стенку лезут в этот момент, пьют вагон медикаментов, обезболивающих. И это очень-очень плохо для печени, для почек, для нашей крови, для костного мозга. Вот эти обезболивающие, особенно на регулярной основе. Пошли дальше. Кто уже счастлив, что узнала Фитлайн, ставьте сердечки, но не сильно много. Просто сделайте репост. Это будет лучший вид благодарности и лучший вид пользы людям. Вот. Теперь я все уже не успеваю все ваши отзывы читать, но я вам очень признательна за ваши отзывы. Я знаю, что те люди, кто впервые, они читают отзывы, и для них это очень-очень важно. Что касается еще, продукт лютеин есть отдельно. Может, это для зрения. Помните, напоминаю. Есть очень крутой 2 в 1, где Омега и Q10 2 в 1. Это дуо, то есть это просто для удобства. Если человек в возрасте, ему по-любому нужен и Q10, и Омега, можно сразу купить дуо, чуть-чуть дешевле. Есть еще вот такой набор антицеллюлитный. Крем просто плавит жир, и это очень круто. Такой флэш-эффект, знаете, как от активайса, покраснение проблемных зон на 20-30 минут. То здесь от антицеллюлитного просто плавится этот вот кожный жир. Тело, конечно, такая структурированная становится кожей. Это вот уходит, эта лимонная корка ненавистная. Ой, как с ней сложно бороться, как с ней больно бороться, как с ней дорого бороться с этим целлюлитом. И сейчас из-за того, что нарушается обмен веществ, целлюлит есть уже у маленьких детей. Есть уже у подростков даже мальчиков. Раньше целлюлитом страдали только женщины. А сейчас из-за гормонов нарушенных даже мальчики уже страдают целлюлитом. Поэтому вот такая есть вот подмога. Наружный крем вкусный, ароматный. Ну, только не ешьте его. Лайфхаков с ним у меня нет. Разве что мой муж путал его с кремом для суставов. Они похожи, просто картинка разная. А муж не знал. Стоит крем, и он думает, что это от суставов. И мазал свою воспаленную коленку. Коленка не переболела, а вот гладкая кожа на колене стала. И он такой, слушай, говорит, не работает твой крем? Я говорю, а ты что, берешь мой крем антицеллюлитный? Он говорит, они что, есть разные? Я говорю, да, это вот для суставов. Тут суставы нарисованы. О, слушай, надо попробовать. И в результате, конечно, колено очень быстро успокоилось. Кстати, вот это тоже с ним очень много лайфхаков. Я же думаю, что, наверное, буду в следующий раз рассказывать об этом кремчике. Есть капсулки. СССЛ – это капсулы антицеллюлитные. Но здесь мощнейшие ингредиенты для иммунитета и сердечной мышцы – это именно L-карнитин с витамином С и именно линолевая кислота. Конъюгированная линолевая кислота. И это очень крутой ингредиент для всех, кто хочет постранить, похудеть, укрепить сердечную мышцу, укрепить иммунитет. То есть, это не только антицеллюлитный. Одна капсулка утром, одна вечером вместе с коктейльчиком. Дальше. Изофлавон. Это то, что есть в 50+. Только здесь в сухом виде, а здесь в виде масла. Это жир, который помогает нам спасти наши гормоны, нашу молодость. Коллаген, эластин, овал лица, связки, хрящи. Потому что все это очень зависит от нашего эстрогена. А вот именно изофлавон продлевает молодость. Но какие есть отзывы? За счет того, что подключают изофлавон, становится чистой кожа. Исчезают фиброзно-кистозные мастопатии. У нас уже есть очень много отзывов. Исчезают поликистоз яичников. Вот такая мощнейшая штука. Именно из-за того, что у нас не хватает этих... Это фитогормон. К нему нет привыкания. Изофлавон. К нему нет привыкания. К нему нет зависимости. От него не бывает передозировок. И это очень крутая. Очень крутая вещь. Вот пишет Виктория Матиешн еще один лайфхак. Что человек на сплаве был долго в мокром купальнике. Почувствовал дискомфорт при сече выпускании. Господи, сече выделение. Мочевыделение. И один раз нанесли на область уретри. А что нанесли? Айбе-5. Айбе-5 нанесли. И обошлось без лечения. Круто. Это круто. Виктория, я уверена, что ты там просто спасала весь сплав. Была там как 911. Очень крутой. Изофлавончик только через Европу пока можно заказывать. В России он, кстати, продается. У нас еще не сертифицирован. Поэтому изофлавон мы в Украине кушаем с генерейшеном. В России ждут, когда генерейшен сертифицируют. А мы ждем, пока изофлавон нам сертифицирует. Вот. Что еще хочу показать? Уже в завершении. Такие чудо-ингредиенты. Столько всего хочется рассказать. Как бьюти. лайффаков, бьюти. Я, допустим, таких прям не знаю. Но он, это то, что помогает нам вернуть нашу эластичность. Пептиды коллагена. То есть ежедневно кушайте, и будет второй подбородочек профилактироваться, и зона вокруг глаз, и морщинок будет меньше. Волосы, ногти, кожа. Все это оживает на этом продукте. Но самое приятное, что внутри клапана становятся более эластичными. Те жены, на которых органы держатся, тоже начинают возвращать свою форму. И у нас есть отзывы. У кого-то почка поднялась, у кого-то опущенная матка поднялась. То есть это очень-очень круто для того, чтобы, ну как бы, вот эту с возрастом обвисание убрать у себя или профилактировать их. Поэтому вот такая вот штука классная. У меня, кстати, благодаря тому, что я беременная принимала бьюти, очень быстро потом сократилась матка. Очень быстро, очень, ну не было новых растяжечек, потому что раньше за прежними детками были растяжки, к сожалению. Я тогда не знала о таком продукте. Продукт Амина, про шейп Амина. С ними будут лайфхаки. Это аминокислоты. Пить по три капсулы утром, три вечера, для того, чтобы быть здоровым, подтянутым. Тем, кто не ест мясо, особенно. Тем, у кого есть проблемы с щитовидкой. Там белковый обмен нарушен, поэтому нужны аминокислоты. Но какие лайфхаки? Кормящим. Несколько капсул. Так, уже пришел за мной муж. Понятно. Завершаю. Окей. Уже все нянчат. Бегу. Одну капсулку моногена. Несколько капсулок про шейп Амина. Коктейльчик с Джуниор. И все. Через 5-10 минут есть чем кормить. Будет молочка достаточно. Ребеночек будет здоровеньким. Набирать вес хорошо. И что такое про шейп Амина? Это аминокислоты. Если бессонница, вместе с ресторейтом, добавьте себе в вечерний коктейльчик про шейп Амина. Будете спать, как младенец. Моноген для наших сосудов. Мужчинам для импотенции. Чтобы не было импотенции, чтобы была потенция. И в завершение скажу, что есть еще вот такая косметика. Но о косметике мы сделаем отдельный эфир, друзья. Для того, чтобы вы успели выспаться. И для того, чтобы меня не прибила моя семья. За то, что я затянула эфир на час сорок вместо часа. Вот так вот. Будьте здоровы, всех вам благ. Пейте воду, мыслите чисто. Действуйте согласно законам Божьим и человеческим. И дышите глубже, высыпайтесь, кушайте полезное. Дополняйте в свой рацион такие полезные штуки. Поверьте, это намного дешевле, чем лечение, чем все наши гардеробы, чем ремонты. С этим продуктом можно жить и радоваться, и зарабатывать намного больше. Потом вернется с Торицей. Все, а теперь побежала. Да, надо иметь геллингфит. Пишут отзывы, но я уже не имею, когда рассказывать. Вот это такая штука полезная. И сам геллингфит, хондропротекторы. И актив гель для суставчиков. Но у нас будет отдельная тема здоровья суставов. Там узнаете подробнее. Или читайте, друзья, как там. Шура, читайте афиши. Все написано. Есть очень много материалов. Поэтому не задерживаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok